Завтра поздравления будут принимать все российские энергетики. Этот праздник был учрежден в 1920 году. Именно в этот день был принят государственный план электрификации страны. Сейчас в отрасли проходят значительные преобразования. Недавно на предприятии Чуваш-энерго был открыт уникальный центр управления системами с инновациями комплекса. И с теми, кто будет работать, познакомился глава республики. Тему продолжит Дмитрий Квалев. На этом большом видеоэкране отображена вся энергосистема республики. Линии электропередач, подстанции городов и сел, объектов сотни. Любая информация об их работе поступает на пульт диспетчеру. Если произойдет поломка, сигнал о ней специалисты получат считанные минуты. Также оперативно к работе приступают ремонтные бригады. Команды им отдают эксперты из Чебоксара. Это не просто картинка. Это несколько программных комплексов, которые позволяют принимать правильное решение диспетчера. Оперативное решение. Подобного нет еще нигде в Поволжье. Этот комплекс на предприятии даже сравнивают с Центром управления полетами. Оборудование самое современное. Его закупали в Германии. Задача специалистов, работающих здесь, держать на постоянном контроле работу единой системы. В этом зале диспетчеры дежурят круглые сутки. Цветом выглядит класс подтверждения. Так, вот зеленым это линия 35 килограмм. Эта подстанция тоже напичкана современным оборудованием. Реле, трансформаторы, разъединители с электроприводами. Все это для безопасности. Управлять процессом специалист может дистанционно, на расстоянии. Масштабный ремонт здесь провели недавно. Для города это очень важный объект. Ее потребители – заводы, больничный и жилой комплексы. Это вот ЗАИМ, ЗАИП, перинатальный центр, жилой микрорайон, который у нас есть, около 70 тысяч квадратных метров жилья. Побывал глава республики и там, где готовят будущих энергетиков. В этом году в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства тоже провели капитальный ремонт. Сейчас студенты грызут гранит науки в самых современных лабораториях. Но и это только начало. В учебном заведении планируют оборудовать специальный полигон. На его площадке вырастут модели умного дома. Новейшие теплоузлы, источники альтернативной энергии, мотули, энергосбережения. С этими системами выпускникам еще предстоит поработать. Учебный процесс перестраивают уже сейчас. Этот умный дом будет создан для обучения студентов повышения квалификации. Умный дом в техникуме построят через три года. Первый объект в этом комплексе – вот такой макет лифта. Этот лифт – точная копия тех, что установлены во всех городских новостройках. Правда, в отличие от реальных шахт, в этой всего лишь два этажа. На этом учебном макете студенты проявляют навыки ремонта и обслуживания сложного оборудования. Студенты техникума не ошиблись в выборе профессии, отметил Михаил Игнатьев. Его выпускники всегда пользовались спросом. Таких специалистов работодатели ищут сами. Для главы республики это не просто факты. 30 лет назад он и сам получал здесь диплом. По традиции, накануне праздников техникуме проводят неделю энергетики, где подводят итоги. Гордиться есть чем. В этом году учебный процесс подняли на европейский уровень. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.